Продолжение следует... Мы с нашим учебником для пятого класса по основам мировых религиозных культур, то вы заметили, что на изучение каждой из тем отводится не один урок, а от двух до трёх. И в первую очередь это, конечно же, касается темы христианства как мировой религии, потому что все те конфессии, которые мы видим в истории нашей страны, в истории России, они там представлены. И по этой причине часов больше отводится на изучение именно этой темы. И ислам как мировая религия тоже предполагает изучение достаточно большого объёма материала. Поскольку текст учебника по этим двум урокам достаточно информативен, богат фактологическим материалом, то в этих случаях мы лишь останавливаемся на неких методических рекомендациях. Ну, собственно, если вы являетесь слушателем наших вебинаров не в первый раз, вы, наверное, это заметили. Или же мы углубляем, уточняем какие-то моменты, представленные в тексте, но недостаточно глубоко, для того, чтобы учителю было проще говорить о них. И мы в основном акцентируем внимание на тех фактах или на анализе тех явлений, которые имеют прямое отношение к духовно-нравственному воспитанию. Мы знаем, что перед современной школой стоит социальный заказ. И этот заказ заключается в том, что мы на наших уроках способствуем повышению нравственного, духовного уровня наших воспитанников. Итак, напомню вам, что мы работаем с учебником по основам духовно-нравственной культуры народов России для пятого класса, автором которого является Марина Михайловна Шахнович. Вот этот вот учебник. И уж коли мы обращаемся с вами к темам, связанным с историей православия в том числе, а блок это достаточно обширный в рамках темы христианства. И если мы, допустим, на наших уроках не изучали в четвертом классе модуль определенный по основам православной культуры, то в полной мере в качестве дополнительной методической литературы мы можем с вами использовать и ОМК для четвертого класса. В данном случае представлен учебник по основам православной культуры, автором которого является отец Андрей Кураев, и методический шлейф. А также к теме ислам мы вполне можем обратиться к ОМК по основам исламской культуры для четвертого класса. Вот обратите внимание, тут тоже вся линейка представленный учебник и рабочая тетрадь с интересными заданиями для учеников, и, конечно же, методическое пособие для учителя. Итак, что касается изучения христианства в России, а именно так заострена подача материала в нашем учебнике, и это выпадает на второй и третий урок, посвященный изучению этой темы, мне в качестве дополнения хотелось бы привести пример собственного жизни нашей страны, а именно города, который иногда называют городом всех религий. Это Санкт-Петербург, культурная столица России. И если уж мы обращаемся с вами к различным конфессиям внутри христианства, нужно обязательно показать, какое отношение они имеют, собственно, к истории наших городов. Или крупных городов, столичных, и показать, как они соприкасаются, эти культуры, между собой. И вот в данном контексте великолепным примером будет обращение как раз к истории Невского проспекта, главной улицы Петербурга, когда в середине XIX века известный писатель французский, романист Александр Дюма совершал путешествие по России и оказался на Невском проспекте Санкт-Петербурга, он назвал эту улицу улицей веротерпимости, проспектом веротерпимости. Почему? Потому что на этой главной улице соседствовали храмы разных конфессий. Здания же являются несомненным украшением Петербурга, визитной карточкой самой улицы, именно проспекта. И что интересно, обращение к истории каждого из этих храмов имеет несомненно вот эту составляющую, воспитательную. И в данном случае мы рассматриваем с вами и православный собор Казанской иконы Божьей Матери, известнейший Казанским кафедральным собором. Это один из самых крупных храмов Петербурга, его, наверное, гордость. Стоит он, расположен в самом центре города. И строил стон в самом начале XIX века. Архитектор, очень известный Андрей Воронихин, участвовал самым непосредственным образом в его создании. И храм-то замысливался как место хранения одной из главных святынь города, а именно Казанской иконой Божьей Матери, которую в народе почитали как чудотворную икону. И что интересно, после окончания Отечественной войны 1812 года, этот храм стал не просто храмом, а храмом-памятником. Почему? Потому что он действительно приобрел значение памятника русской воинской славы, по той причине, что в 1813 году здесь был похоронен величайший полководец Михаил Иларионович Кутузов. А также здесь же были помещены ключи от взятых городов и прочие военные трофеи и реликвии. Вот один из примеров. Далее, Евангелическая и Лютеранская церковь святых Петра и Павла. Тоже очень красивое здание, хотя мы знаем, что чуть позже было это здание построено, уже в 40-х годах XIX века. И Зочи-то будто бы воспроизводит формы средневековой архитектуры Западной Европы. Но таково было время, и поэтому все вот эти вот храмы должны по фотографиям на нашем слайде, можно это определить, построены примерно в одном стиле архитектурном. И поэтому даже за счёт вот этой вот формы мы видим некую гармонию в их расположении. Также и римско-католический приход имеет свой храм. Вот в нижнем левом углу вы можете увидеть фотографию костёла святой Екатерины. Хотя католическая община появилась в Петербурге в самом начале XVIII века. Храм был построен гораздо позже, и он считается одним из старейших католических храмов у нас в России. Множество итальянских архитекторов известных приложило руку к созданию сначала проекта, а потом уже и возведению этого храма. Ну и по сей день этот собор является центром католической веры в России. И прихожанами были очень известные люди, составляющие, наверное, и славу, и России. И гости приезжали к нам, вот в частности Анаре Бальзак, Ференс Лист, Александр Дюма, уже нами упоминаемый, во время своих визитов обязательно бывали в этом костёле. Ну а прихожанами были архитектор Агюст Монферран, и княгиня Зинаида Волконская, и князь Гагарин, и много-много людей, известных в истории России, относились к этому храму. Ну и также армянская община получила разрешение от русских императоров на возведение в центре города своей церкви. Она так и называется, Армянская церковь Святой Екатерины. Выполнен собор в традициях русского классицизма, и действительно является также украшением главного проспекта города Петербурга, этот храм. Так вот, все они представлены на одной лишь улице. Буквально, действительно, в пешей доступности, через несколько десятков метров один от другого расположен. И вот здесь, например, обращаясь к этой теме, мы можем задаться вопросом, а что значит улица Вера Терпимости? Почему это Александр Дюма ещё в XIX веке выбрал такое понятие? Вот мы, как учителя, мы уже понимаем, что сама проблема с определением сути, наверное, вот этого вопроса о Вера Терпимости достаточно сложна. Как мы знаем, синонимом этого слова, русского происхождения Вера Терпимости, в протяжении последних лет использовался термин «заимствованный», а именно «толерантность». Ну, вот сейчас принято его уже употреблять как можно меньше. Однако, вот на примере вот таких вот соборов различных конфессий мы с вами можем говорить, обратиться, оттолкнувшись от, допустим, анализа облика зданий, мы можем обратиться и к, может быть, общему и различному в вероучении. Это один из подходов. А кроме того, на примере судьбы конкретных зданий и храмов даже, ну и общин при этих храмах, мы можем говорить о определённых страницах истории религии в нашей стране, особенно вот XX век, множество примеров, вот таких вот перипетий исторических предлагает. Поэтому в качестве примера проектной деятельности можно разрабатывать такую тему, остановившись или на одном храме какой-либо конфессии, или же можно такой вот сопоставительный анализ предложить. Ну, условно, можно назвать тему проекта так. Храм или монастырь, или вот сюда даже и гражданское, допустим, ныне здание, которое имело какое-то отношение к религиозной истории, мы можем использовать. И вот мы говорим об этом храме в контексте значимости для истории города, для его жизни в те или иные времена. И здесь, освещая эту тему, мы обращаемся к разным сторонам жизни этого храма, потому что за внешним, за картинкой всегда стоит очень глубокое содержание. И связано оно с особенностями архитектуры, мы можем говорить и о жанровых особенностях, конечно же. Мы обязательно обращаемся к теме людей, известных, может быть, или малоизвестных, но интересных, с нравственной, особенно точки зрения, связанных с этим местом в городе, с этим храмом. Это, конечно же, и события, которые происходили со времени основания, закладки, может быть, даже, или даже идеи возникновения до нашего времени. Потому что, говоря о каком-либо храме или монастыре, неважно, мы всегда понимаем, что важно показать и прошлое, и настоящее. То есть вот этот мостик обязательно нам нужно перебрасывать. Судьба храма. Потому что в XX веке очень многие храмы были разрушены, монастыри закрывались. И вот восстановлен он или не восстановлен. Мне вспоминается очень интересный проект в этом смысле, который был выполнен в маленьком провинциальном городе Шуе Ивановской области, где в центре города вплоть до 1930 года украшением главным был величественный собор в честь спасения рукотворного. И вот это место, являющееся центральным, стало действительно еще на протяжении всего XIX века и в начале XX центром культурной, просветительской, духовной, конечно же, жизни горожан. Похоронены были рядом с храмом в Некрополе и самые именитые представители, тоже люди интереснейшей судьбы. И далее этот храм был взорван в качестве репетиции взрыва храма Христа Спасителя в Москве, то есть главного храма православного России. И вот дальнейшее, мы говорим, почему судьба, дальнейшее событие показывали нам, нам, а ее можно отследить и по старым фотографиям, и по воспоминаниям. И, конечно же, здесь предполагается работа с архивными материалами, возможно, и в музеях сохраняемыми, и в библиотеках города. И вот, например, вот этот храм в маленькой Шуе до сих пор не установлен. Там единственно поставлен памятный знак, как кест поклонный, и все. То есть вот судьба храма такого красивого и примечательного прежде в какой-то мере не закончена, она зависит и от настоящего времени. И вот эти связи очень хорошо просматриваются, и обнаружение их имеет очень мощное воспитательное воздействие на воспитанников, на детей. И, конечно же, мы обязательно, излагая ту или иную тему, мое отношение выражаем, то есть осмысляем. Мы осмысляем, и поэтому наши ученики могут получить задание конкретно, сформулированное, они могут разделиться при анализе той или иной по теме. И, как правило, это бывает очень интересный проект, и можно, используя электронные средства, и технологии, которыми наши ученики владеют, сделать и фильм, ну и даже слайд-шоу, и комментировать определенные снимки или слайды, представленные в этой работе. Это всегда очень интересно получается. И, кроме того, вот такие проекты мы можем использовать в своей дальнейшей деятельности. Вот что касается темы христианства. Теперь мы с вами обратимся к новой теме. Для нас теме мировой религии – ислам. Материал представлен в тексте учебника достаточно богатый, но я хотела бы вот на что внимание ваше акцентировать. Мы в объяснении материала очень часто обращаемся к наглядности, а именно к символике. И вот вы посмотрите, пожалуйста, на слайд, который перед вами. Извините. Внизу мы видим традиционный для ислама символ, полумесяц и пятиконечная звезда. И сейчас мы знаем, что начиная с середины XX века символ звезды полумесяца был официально интерпретирован как символ ислама или мусульманской общины. Хотя тоже здесь вопрос достаточно сложный. Иногда некоторые преследователи считают, вот, допустим, обращение к полумесяцу, это есть отражение приверженности мусульман лунному календарю. Хотя вот этот момент иногда в разных направлениях ислама отрицается. То есть вопрос этот сложный. Это мы тоже должны иметь в виду, но тем не менее на флагах даже различных мусульманских государств мы с вами этот символ встречаем. Ну, допустим, вот можно вспомнить официальный флаг Турецкой Республики, Турции, или Ливии, или Туниса, или Алжира, и Узбекистана, Азербайджана, Пакистана. Много-много таких стран, где мы этот символ с вами встречаем. И вот если полумесяц, как объясняется, является отношение или выстраивание религиозной жизни мусульманина в соответствии с лунным календарём, то пятиконечная звезда — это очень глубокий символ, который позволяет нам раскрыть особенности образа мысли, образа веры и образа жизни мусульманина. Мусульманина, человека верующего. Потому что, я напомню, мы с вами говорим об этих культурах с точки зрения культурологического подхода. И в качестве цели мы всегда держим перед собою такой вот вопрос. Мы показываем, а кто такой человек верующий, допустим, в данном случае мусульманин, если мы обращаемся к исламу. Кто он такой, и какими, может быть, ритуальными действиями он отличается, какими мотивами он руководствуется в том или ином случае, в какой-либо ситуации. Вот что для нас интересно. То есть максимально мы стараемся актуализировать этот материал. Действительно значимые очень вещи. И пятиконечная звезда, она такая выбрана именно для того, чтобы обозначить так называемые пять столпов веры в исламе. Так вот, здесь вот маленькую я оговорку сделаю. Дело в том, что догматика, догматическое учение, вероучительные моменты в исламе не получили строгого официального оформления в виде изложения определенных положений. Как, например, в христианстве мы с вами встречаем символ веры. Но в исламе имеются разные перечни основных положений веры, креды или акиды их называют, которые были составлены учеными-богословами. И в основе лежат следующие шесть принципов, которые перечислены были в одном хадисе. Так вот, уважаемые коллеги, я специально это не стала выводить на слайд, потому что у нас ещё в дальнейшем будет тема, посвящённая вот этим вопросам. Но это нам важно для того, чтобы понять соотношение или насколько присутствуют вероучительные вещи в содержании пяти столпов веры. В исламе обязательно для исполнения каждого мусульманина. Итак, основные положения веры. Это, во-первых, вера в Бога, которого по-арабски зовут Аллахом. Далее, вера в ангелов, вера в Божественное Писание, вера в пророков, вера в Судный день и предопределение. Учение предопределения, характерно для ислама. Это мы будем с вами об этом говорить в дальнейшем. И вот основным, вернее, наверное, номером один среди столпов веры является шахада. Это как раз момент вероучительный. Мы сейчас все пять столпов с вами вкратце рассмотрим и выделим те моменты, которые мы можем также использовать на наших занятиях, на уроках. Вот здесь вот есть определенные интересные моменты. Первый столб веры – это есть шахада. Шахада – это некая есть формула, которая содержит в себе два основных положения веры учения ислама. Первое – она достаточно краткая, свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха. То есть, во-первых, первая часть шахады – это есть исповедание единобожия. Мы знаем, что мусульмане монотеисты. И второе – это уже признание пророка Мухаммеда как главного пророка. И обозначение его особой миссии. Итак, вот эта формула произносится, во-первых, в тот момент, когда человек принимает ислам. И даже есть такое представление, существует в исламе, что человек, который произнес шахаду, он автоматически становится мусульманином. И я при подготовке к нашему сегодняшнему вебинару обратилась, собственно, к исламским источникам, в частности, к сайтам официальным и тем книгам, сборникам материалов по, наверное, жизни современного ислама в России, которые были написаны, собственно, исламскими акторами, богословами. И вот там очень интересный есть момент, который, к сожалению, часто упускается из виду. Дело в том, что утверждается, что нельзя произносить просто шахаду ради какой-то там даже икорыстий или из разных мотивов, если ты не созрел до понимания того, что хочет донести до тебя ислам. То есть произнесение шахады это акт искреннего воли изъявления, и только тогда он считается действительным. И вот здесь я вам даже прочитаю это пояснение. Только после того, как человек полностью осознал, что хочет следовать заветам пророка и принимать религию всей душой, можно сделать первый и очень важный шаг на пути ислама – произнести шахаду. Вот это нужно запомнить. И, следовательно, это я тоже вам цитату предлагаю, говорить шахаду, не собираясь вливаться в мусульманскую общину, является большим грехом. Дело это очень важное. Исторически шахада, эта вот формула возникает в определенных обстоятельствах. С одной стороны, это есть молитвенный возглас. Молитвенная, она произносилась вслух. И такое содержание шахады было нацелено на то, чтобы отличить мусульман в первые века возникновения этой религии от иноверцев, особенно от язычников, многобожников. И второе у неё было предназначение шахада, рассматривалось и как боевой клич. То есть во время битв её произносили, чтобы побудить воинов, проявлять большую отвагу, ну или это было знаком начала сражения. И это же дало название понятию шахида. Шахида, то есть мученика. Первоначально шахидами называли в исламской традиции этих воинов, которые пали в войне против врагов ислама с шахадой на устах. Итак, шахид как мученик. Итак, это первый столб веры. Он, собственно, вероучительный. А дальше уже остальные четыре столба веры показывают, как мусульмане практически реализуют основы своей веры. В чём она выражена? Это, может быть, даже формы выражения, но они самым прямым образом связаны с основами веры. Веры в Аллаха, Единого Бога и веры в пророка Мухаммеда. И второй столб веры – это, собственно, есть молитва, которую верующий человек обращает к Богу. И вот особенностью ислама является то, что каждый мусульманин обязан помолиться пять раз в день. И поэтому так они и называются. Пятикратная обязательная молитва, персидский намаз или салят по-арабски. Вы можете в литературе и популярной, научной встретить оба названия. Они являются чаще всего взаимозаменяемыми. Хотя некоторые, я встречала источники, где их немножечко разводят, но, как правило, это всё-таки название из разных языков, но одного и того же явления. И какие здесь есть особенности? Итак, молитва совершается пять раз в течение дня. И это время регламентируется. Молитва должна произноситься на рассвете, в полуденный час, в послеполуденное время, вечером и в ночное время. И как вот это время мы можем определить в начале XXI века? С какими явлениями мы сталкиваемся сейчас? Допустим, обязательно на сайтах мы можем увидеть определение точного времени, где обозначены часы, минуты, начало этих молитвословий. На сайтах исламских выпускаются сейчас для мусульман специальные часы, которые имеют напоминание о том, когда должна начаться молитва. Вот это тоже интересный момент. И вот что здесь ещё важно знать? То, что всегда все молитвенные формулы, молитва произносятся на арабском языке, где бы человек ни находился, ни жил в России или в Арабских Эмиратах. Но вот арабский язык священный, священный. И поэтому мусульманин должен изучать эти молитвы на том языке, на котором он даже не говорит, но который является священным. Откуда происходит этот порядок молитвы? А мы знаем, что намаз, он ритуализирован, на расписанные очень детально позы действия человека молящегося. И вот перед вами на картинке одна из таких вот ступенечек или поз, которые используются, опять-таки, со смыслом определённым. Сейчас я этого не касаюсь сегодня, потому что это очень глубокие вещи. А мы сейчас основные только с вами намечаем. И так вот историки утверждают, что весь ритуал моления является подражанием, молитвенным позам и движением самого пророка Мухаммеда, основателя ислама. Вот об этом гласит предание. Для мусульман обязательным является присутствие в мечети в пятницу. Это священный день у мусульман, где они все вместе совершают полуденный намаз, полуденные молитвы. Мужчины должны присутствовать в обязательном порядке, женщины могут и не приходить в мечеть, но если они находятся в мечети, то в особом месте. Вот кто был, посещал мечеть, тот помнит, что специальное помещение вычислено для женщин. Или в крайнем случае, если нет такой возможности, например, поместить женщину где-то на балконе или в другом месте, то они сзади мужчин стоят, то есть предстоят, перейти мужчины. Дальше еще интересный здесь момент и важный, то, что выбирается особым образом направление для молитвы. И направление связано с тем, что мусульманин должен всегда обращаться лицом в сторону самой главной святыни для мусульман, а именно в Мекке, где расположена главная святыня Кааба. Намаз можно мусульманину совершить как индивидуально, так и коллективно и в любом подходящем для того месте. И даже находясь в путешествии, в поездке в Дали, мусульманин совершает свою молитву обязательную и всегда используется молитвенный коврик. Он в разных культурах, в разных языках имеет свое название, но коврик, вот это тоже очень интересное явление для понимания, наверное, культу, особенностей культуры ислама. Дело в том, что вот эти молитвенные коврики на фотографии, представленной на слайде, вы как раз видите, что молитва, собственно, и совершается на нем. Она имеет особое религиозное, этот коврик имеет особое религиозное значение, потому что с помощью этого ковра, ступив на этот ковер, человек символически как бы отделяется от мира внешнего. Он предстоит Богу в молитве, и поэтому нужно какое-то внешнее действие для того, чтобы вырваться из суеты мира. И вот этот вот коврик является как раз тем, что выводит человека в особое пространство священное. После молитвы, естественно, коврик этот собирается, сворачивается и убирается. Но таким образом помолиться человек может в любом практическом месте, но в том, которое ритуально чистым является. И вот, кстати, известны такие исторические примеры использования молитвенного коврика, когда, например, мусульманин был вынужден ехать на одном верховом животном с женщиной, полагалось класть коврик на предназначенное седло для мужчины. Или же, если мусульмане посещали дом иноверца, например, христианина, они как раз предпочитали садиться на свои вот эти вот коврики, потому что тем самым они оставались, как бы вот здесь вот я вам протестирую из научной литературы вот это выражение, они оставались на своей территории. То есть вот это вот пространство священное для мусульман. Вот интересно. И поэтому отношение мусульман к вот этому молитвенному коврику имеет на практике достаточно трепетный характер, потому что же общение со Всевышним происходит во время нахождения на этом коврике в формате исполнения молитвы. И поэтому не допускается попадание на молитвенный коврик как предмет религиозного пихода каких-либо нечистот. Использовать не по назначению его нельзя. Выпускают специальные коврики вот уже в нашем время, в 21-м столетии даже с компасом для того, чтобы точно определить направление Мекки. Этот компас вшит в коврик и можно увидеть. Ну и также вышиваются или в какой-либо технике, если этот коврик исполнен, но там наносится изображение, допустим, самых крупных мечетей мира, самых значимых. Третий столб веры связан с очень важной добродетелью универсального характера, милосердия. По-арабски третий столб веры называется закят. Так вот, под закятом понимают ту обязательную милостыню, а именно это по характеру, если она обязательна, это ежегодный налог. В шариате, в исламском праве он так называется, вот я прям взяла туда определение, он выплачивается с различного вида доходов, имущества, различного всеми самостоятельными, свободными, дееспособными взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев. И вот на что, на кого именно расходуется этот налог? Выделено 8 категорий получателей. Итак, вот среди них бедняки, это те, которые своего ничего не имеют, неимущие, это особая категория, это тоже нуждающиеся люди, однако их положение немногим лучше, чем положение бедняков. То есть они не обладают необходимым минимумом, с которого бы выплачивался закят. А закят имеет размер в сумме 2,5% всего имущества и денежных средств. Далее, в следующей категории получателей этого налога, то есть на кого распределяется это сборщики закят, которые назначены имамом, главой общины, или его заместителями для сбора, хранения, учёта или распределения закят. Далее, те, чьи сердца хотят завоевать. Вот так это означает. То есть люди, веры которых хотят укрепить. Далее, это вот древний, наверное, обычай. Ещё одна категория – это рабы и пленники мусульман. И деньги шли на выкуп их для дарования свободы. Следующая категория тоже очень значимая – это должники, личные должники. То есть, во-первых, которые взяли в долг деньги или какое-либо имущество для достижения целей, разрешённых шариатом. Ну, в том числе, личные расходы. Это может быть и лечение в случае серьёзной болезни, и одежды, строительство жилища и так далее. А также здесь особо прописаны те должники, которые взяли в долг, в интересах другого человека. Ни свои интересы они преследовали. Дальше. На дела во имя Аллаха, как называется, следующая категория. Эти средства раздаются воинам, которые ведут джихад. Но здесь, опять-таки, в историческом контексте, наверное, вот этот момент мы должны понимать. И путники. Путников назвали в произведениях восточной поэзии «Детьми дорог». Это люди, которые остались на чужбине, в чужой стороне, без средств к существованию. Есть небольшое ограничение. Закят никогда не выплачивается близким родственникам. То есть это действительно налог, который идёт на единоверцев, а своих, предполагается, необходимо и без того обеспечивать, и помогать им всячески. И вот не выплачивается отцу или матери, деду, бабушке, прадеду, прабабушке, сыну, дочери, внукам, правнукам и жене. Не может Закят выплачивать. А всем остальным родственникам, дальним, уже выплачивается Закят. Если они относятся к вышеупомянутым в этом перечне категориям людей. То есть своих близких никогда нельзя доводить до бедности и содержать в нищете и так далее. Это даже не оговаривается. Вот это тоже ещё одна особенность. Многие учёные считают, что Закят означает милостыню. Но по сути оно, наверное, так и есть. И термин иногда толкуют как очищение от греха. В этом акте милосердия имеется религиозный, конечно, подоплёка, религиозный смысл. И как вот её объясняют современные богословы исламские, эта заповедь, если я вам процитирую, была же заработана специально для того, чтобы правоверные понимали, каждому человеку Аллах и в его жизни даёт что-то, чтобы испытать его веру. Он же является и настоящим владельцем всего достатка, который есть у человека. Поэтому, если Всевышний дал кому-либо больше, чем другим, этот человек обязан делиться богатством с другими. Следующий, четвёртый столб веры – это есть ураза. Это обязательный пост для каждого мусульманина и соблюдение поста предписанным мусульманам в Коране. Вот я вам зачитаю эти строки. «О те, которые уверовали, предписан вам пост так же, как он предписан тем, кто был до вас. Может быть, вы будете богобоязнены». И он предполагает ограничение воздержания от еды, от питья, курения. Особенностью является то, что он соблюдается лишь в светлое время суток, как сказано. А когда невозможно отличить светлую нитку от тёмной, этот пост заканчивается. То есть он длится от рассвета до захода солнца. И самый главный пост в исламе происходит в месяце Рамадан. Месяц Рамадан длится он 30 дней и посвящён воспоминанию о ниспослании Корана Мухаммеду. Месяц Рамадан определяется по лунному календарю. И вот много здесь тоже есть особенностей таких. Опять-таки, всё строго ритуализировано. Все действия верующего человека в этой ситуации. И предписано, что за полчаса до появления зари необходимо закончить утренний приём пищи. И после наступления времени разговения, то есть уже после захода солнца, необходимо начать разговение. И вот это разговение, оно имеет особый характер и предполагается вкушение очень простых видов пищи. В частности, финики или молоко, или вода. А вот в честь окончания Рамадана проводится очень широко, как правило, массово праздник и разговение. И в этот день особый для мусульман. Особые виды яств предлагаются. И праздничные молитвы совершаются все вместе в мечети. Ну и выплачивается обязательная милостыня. И, как правило, общая трапеза происходит для мусульман. И вот, опять-таки, в некоторых исламских странах, с чем мы можем столкнуться, если путешествуем по миру, во время поста запрещается мусульманину есть, пить, курить, а также жевать жвачку и громко включать музыку в общественных местах. Но ограничения, связанные с постом, они касаются не только внешних действий. Но, вот, в частности, информация очень интересная, приводится на сайте Совета Муфтиев России. Там говорится о пользе, назначении исламского поста. Вот что человек должен с душой своей сделать. То есть изменения должны быть направлены и на состояние внутреннего мира. Так вот, говорится следующее. Какова польза? Если человек не хочет стать рабом своего тела, он должен возвести преграду на пути своих страстей. То есть посредством поста Аллах воспитывает мир внутренний человека, а именно мир внутренних страстей, который постоянно стремится затмить, забыть наставление Бога, Создателя. Дальше. Сама совершенствование. Потому что от соблюдения поста человек становится более внимательным. Что вот ещё, на что внимание обращается? Воспитание чувства благодарности и людям, которые рядом, и Богу, Аллаху. Далее. Оказание помощи бедным. Потому что пост именно напоминает о существовании бедных людей и нуждающихся и побуждает к милосердию. Далее. Пост облагораживает душу. Вот эта тема благородства души, она тут также присутствует. И приучает её к добру, к дисциплине, покорности, предности. Ну и, конечно же, рациональные моменты, они тоже здесь присутствуют. Вот в мусульманской трактовке поста это экономность. Потому что пост предостерегает человека о расточительности бесполезных травм. И приучает к благодарению Всевышнего за благо предоставленное. И пост способствует укреплению здоровья. Здоровье – это лекарь и духовной составляющей человека, и его физической. Вот такое обоснование мы с вами можем встретить сейчас, обращаясь уже к трудам и разъяснениям современных богословов. И пятый столб веры, он же и мечта каждого мусульманина – это паломничество или хадж. По-арабски главная святыня для представителей этой культуры – это Мекка и Медина. В Медине находится могила пророка Мухаммеда, а в Мекке главная святыня ислама – Кааба. Так вот, исламские источники утверждают, что Кааба впервые была построена первым человеком – Адамом, разрушенного во время потопа и восстановлена пророком – Ибрахимом, то есть Авраамом, и его сыном Измаилом. И в древности, ещё до завоевания Мекки мусульманами, древние арабы совершали паломничество Кааби, в которой находились их идолы. А в своём нынешнем виде хадж существует уже со времён пророка Мухаммеда. Сам пророк Мухаммед, читаем мы в источниках исторических, совершил своё единственное, оно же, прощальное паломничество в 632 году. Итак, это обязательное паломничество, следовательно, это обязанность для каждого мусульманина. Но есть такой принцип, очень интересный, который характеризует же этику в исламе. Там действует принцип замещения. Если мусульманин не способен совершить хадж, то он может послать вместо себя заместителя, снабдив его определённую сумму денег, ну и так далее. Женщины могут сопровождать хадж только в сопровождении мужчин. И хадж состоит из серии особых, тоже детально прописанных обрядов, вплоть до того, с какой ноги необходимо вступить на эту священную для мусульман территорию. И вот есть ещё один интереснейший, любопытнейший момент, показательный также. Это внешний облик тех, кто участвует в паломничестве. Вот посмотреть на фотографию, мы видим множество людей, все в белых одеждах. Так вот, белые одежды – это один из тех же обрядов, которые связаны именно с хаджем. Дело в том, что вне зависимости от социального положения, от уровня доходов, все одеты в одинаковые белые одежды. И храм называется. Почему? Какой смысл в этом есть? Потому что хадж служит напоминанием верующему человеку о том судном дне, когда все предстанут пред Всевышним Аллахом без одежды. То есть без одежды, которая бы делала тебя знатным, сильным и так далее. Это в переносном смысле, конечно же, используется. То есть человеку придётся, ничем не спрячешься уже, свои дела худые или добрые от Всевышнего, и придётся держать ответ за всё, что совершено. И уже в этот день не поможет ни происхождение, ни имущество, ни положение в обществе, ни какие другие внешние факторы. Вот эти белые одежды – это как раз одинаковые совершенно. Это предстояние человека перед Аллахом. Вот такой вот смысл заложен. Ну и очень интересно, конечно, изучать вот эти особые обряды, которые составляют хадж. Но вот смысл, он сугубо религиозный. Если мы находимся в тех местах, где есть исламские общины, то мы можем обратиться к практике выполнения столпов веры, конечно же, насколько они позволят. Можно это обсудить, взаимодействовать с их представителями в своих уроках. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели пять основных, отличительных особенностей каждого мусульманина. И вот на теме «Мировые религии. Ислам» заканчивается исторический обзор мировых религиозных культур. И вот далее, в соответствии с программой, по которым выстраивается учебник по основам мировых религиозных культур для пятого класса, мы уже будем с вами изучать различные явления, которые характеризуют любую религиозную культуру. Но здесь вот сопоставительный анализ тоже будет уместен. И поэтому я вам напоминаю, уже традиционно предлагаю вам анонс 5 ноября. Мы с вами встречаемся опять-таки в 14.00. И будем говорить о содержании уроков «Священные книги и хранители предания, и священнослужители в религиях мира». И то есть, если до этого момента мы исторический ракурс с вами использовали во взгляде на религию, ну и вот то, что мы всегда предлагаем, уточняя нравственные кодексы, возникшие в той или иной культуре, то теперь мы будем уже более детально характеризовать эти культуры. Итак, уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Вот напоминаю вам о том, как можно приобрести наши учебники ОМК. И благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо.